Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео по игре-карте, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами сразились, получается, снова у пруда трёх листьев. Вот, ммм, что там произошло-то по сути? Ну, мы пооткрывали ящички, к нам присоединилась Эль, или Элли, ну не суть. Лакаема её поставила на место, из-за чего она обиделась и извиняться не стала перед лакаемой. Ладно. На этом вроде никаких действий больше не произошло. Пойдёмте посмотрим на арену, что будет в этом замесе на арене, и дальше пойдём в сюжет. Обязательно. Так, что мы здесь видим? А мы видим абсолютно такой же замес. Не очень приятный для нас, по-моему. Я тут чё подумал? Не, нового ничего не ставится. Ну, тогда ладно. Ходить мы будем? Да я даже не знаю. Да, наверное, немножко переместимся, чтобы они до нас не доставали. Малёха, объединимся, так скажем, в одну кучу. Загруппируемся по большей части. А там дальше сейчас будем двигаться к победе. Так, ну, и лакаемо сюда куда-нибудь встанет. Ну и хватит. Скучкуемся, так скажем. И всё. Ждём хода противников, получается. Они тут опять сейчас будут сетку выстраивать по-любому. Они по-другому не могут. У них по-другому не получается. Собственно, как я и говорил. Вот она, та самая сетка. Не, плеваться на меня всё равно будут. Но это будет не так больно. В любом случае. Единственное, что сейчас сильно пострадает вот этот вот... А, нет, стоп, подожди. Наоборот, наоборот. Куклы бьют тени, а не тени кукол. Так. Ну что, поехали разбираться. Так, здесь постукаем. Угу. Ещё раз постукаем. Окей. Так. Здесь постукаем. Ещё раз. Ну и вот тут мы сейчас постукаем. Достаточно сильно. И тем самым развалим целый отряд. Отлично. Так, здесь у нас что? Здесь у нас кукла, да? Куклу нам надо бить основным типом. Основной тип у нас весь занят. Ну, кроме вот этого. Товарища. Тени надо от кукол удержать подальше. А вот кукол можно вытаскивать поближе. По сути, вот так. Ну и лакрима, естественно, сама может что-нибудь вычудить, но по факту встанет сюда и сделает вот так. Не знаю зачем, но на всякий случай. Так. Давай вот так. Закинемся до драконов. И немножечко хила дадим. Так, самую маус. Ну что, проблем никаких не возникло. И хп у нас было побольше. Нас вроде всего два раза постукали. Насчёт остального можем не беспокоиться. Ходи, противник, ходи. Мы тебя ждём. И ты даже не представляешь, как сильно. Так, вот здесь будет больно. Это я понимал. Причём прекрасно осознавал. Здесь. Да, я думал, ты будешь... Ты дойдёшь и стукнешь. Но... Ты не стал, да? Ну ладно. Окей. Мне же это на руку. В принципе. Так, ну и кукла сейчас будет достукивать того... А, нет. Ладно. Дело твоё. Ну что, поехали. Сюда стукаем. До свидания. Так. Сюда стукаем. Также до свидания. Получается... Здесь до свидания не получится. Потому что хп недостаточно. Ладно. Давай тогда сюда постукаем немножко. Ну так самое, Маус. Бум. Этого достаточно. Так. Ну и сюда стукнем. Бам. Отлично. Так. У тебя 8 хп, у тебя 65 хп. Блин, ну по-хорошему, по-хорошему. Куклы у них не осталось. Это вот, блин, хреново наоборот. Давай тогда сделаем вот так. Угу. Так. Ты у нас далеко стоишь. Нас плюнуть в него не сможешь, да? При любом раскладе ты в него не попадаешь. Хреново. Ладно. Окей. Так. Ты тоже не доползаешь, только до своего собрата, да? Ну иди постукай его по голове. Что он там умничает. Так. Ну и куда-нибудь сюда ты встаешь лакримую. Мы землей. Широкой прям землей. Прям широкой землей. Будем стукать противников. Давай интенсив добавим сюда. Ну и стукнем где-то вот так. А там уже будем отталкиваться от того, что останется. Противнику явно такой поворот не понравится. Это по-любому. Я так и думал, в принципе. Так. Ну если лакрима такой же вытворит в бою, то она получит уровень. А это уже неплохо. Вот и все. В принципе, можно считать, что мы победили. Ну почему можно считать, что мы победили по факту. Он там, конечно, сейчас попробует похилить. А, он наоборот бить нас будет. Блин, одного теряем. Не, неприятно. Можно было бы сделать так, что... А, нет, стоп, подожди, он не ударил его. Ха-ха. Ладно, окей. Мы никого не теряем. Блин, я уж думал, мы кого-нибудь сейчас обязательно потеряем, но нет. Ладно. Ок. Ха-ха-ха. Забавно. Ладно, окей. Так. Кукла, давай сюда. Уничтожай. До свидания. Так. Ты основной тип у нас. Плюй в него. Отлично. Так. Ну, ты тень. Давай, тем же самым займись, и мы все, победили. Окей. Это было легко. Прям, прям легко. Так, получили дамасский меч, одно мировое дерево, 8 ефрилы, 14 шелка. Ок. Пускай будет. Пускай будет. Так, поехали в главу, да? Рыцарь перекрестных земель серьезно ранен. Он был спасен лакаймой. Они снова... А, она снова показала мне... Доказала мне, как она талантлива. Мы пойдем к другой стратегии. Группа Дюрана атакует самую удаленную крепость. Это обеспечит обход, который берут рыцари. Дюран и его команда ушли рано утром. Их миссия собирается быть жестокой. Надеюсь, Польша не останется... Не отстанет от них. Моя группа пойдет с рыцарями. Миссия нашей второй группы атаковать восточную крепость воров. У нас была встреча, чтобы выработать детали, стратегии. Теперь мы собираемся уйти. Второй день операции вот-вот начнется. Давай посмотрим, к чему она все приведет. Я сожалею об осрочке церемонии. Помазание. Но... Не волнуйся. Я могу подождать до конца операции. Не волнуйся, Римза. Мы хорошо позаботимся о нем. Мне ничего тебе не нужно. Расслабься. Я всегда помогаю слабому. Смотри, кто говорит. Раз вы предлагаете позаботиться о Белле и Трое... Поздравляю. Ты получила его одобрение. Спасибо, шеф. Спасибо, Бокстейл. Как это произошло? Я не знаю. Я не вовлечен. Шеф Римзон. Все единицы готовы. Отлично. Стойте. Да, сэр? Не знаю. Ладно. Не важно. Продолжим. Вопросы? Нет, сэр. Эля. Вся ваша... Эля вся ваша. Позабыть о ней. Ну, так как я официально одна из вас, вы все зовете меня Эля. Лакрима, позабыть обо мне, ок? Приказ есть приказ. Ничего личного. Но когда мы в сражении, сконцентрируйся на своем спасении. Ого. Окей, окей. Ты в ответе за нее, Трой. Мне не нужно... Мне не нужно и счастье. Думала, она будет более расстроена. Она ценит законы и приказы. Когда Римзон говорит «да», она говорит «да». Когда он говорит «нет», она говорит «нет». Тогда она как фантом. Что-то смешного. Кто знает, неестественно. Разные люди имеют разную ценность. Не понимаю, как она может так жить. Так, эпизод 12. И почему-то опять мировое древо. Ладно, окей. Мировое древо, так мало мировое древо. Посмотрим, что там к чему. Я кое-что покажу тебе. Не показывай, что ты курчатая. Курчавая. Нераскрытый текст. Я говорил тебе, что не хочу видеть что-то кручавое. Оно тебе нравится, верно? Как ты достал это? Не могу сказать. Пахнет гнилым. Ты показывал лаками? Ей? Ты шутишь? А что, если я говорил? Я знаю, ты говорил с Римзоном, об Эль. Забудь это, Трой. Мы оба не хотим подвергать опасности наши отношения с лаками. Продолжай. Не могу расшифровать текст. Ненавижу говорить это, но мне нужна помощь. А ты просишь меня прочитать картию? Я бывший воин святыни. Говоришь, как старик. Текст не ограничен. Утрою улучшенная лицензия, но это рискованно. Так что говорит? Я не прочту это. Не хочу попасть в беду. Проблемы? Ш... Что ты говоришь? Это имеет какое-то отношение к оригиналу картии. Кто не прочтет это, будет осужден язычником. Оригинал? Запрещенная картия? Как шифровщику, это отличная возможность. Расшифровка оригинала моя мечта, но это опасно. А ты же хотел неограниченную лицензию? Я так счастлив. Я думал, ты более чисто любив. По крайней мере, не попав в беду. Не попаду в беду. А теперь ты староват. В смысле, консервативен. Посчитай это комплиментом. Текст не завершен. Мне нужна другая половина. Другая половина? У меня нет желания искать это. У меня другой вопрос. Ну давай. Почему ты вернулся? Найти правду. Правду? О карте? Я не люблю говорить об этом. Время покажет. А ты не собираешься получить доверие от Лакримы, так? Я не говорил, что хотел доверия. А ты трой? Ну или а я трой, не знаю. Но скорее всего, а ты трой. Рыцари послали к нам врага. А все, приготовьтесь. Окей, кун. Как мы предполагаем убивать воров. А как предполагается убиваем воров, которые послали рыцари. Заткнись, я знаю. Мы поменялись местами с рыцарями. Но это значит, что мы получим только остатки. Я думал, это будет более драматично. Не хочешь, чтобы было драматично? А, можем сделать это, как если хочешь. А, не просто мусор. Довых электрофантомов достаточно. Не, недооценивай их. Они отчаянны. Бог, защити нас от насилия. О, их больше, чем я планировал. Ну да ладно, не важно. Окей. Так, и где это мы там у нас? Окей, ладно. Так, не забываем о том, что у нас так-то появились новые фантомы. Так, подтверждение карты, конечно же. Так, сундуков здесь нет нигде. Не заныкали. Кстати, на такой карте мы еще не сражались. Ладно. Так, давай тогда удалять фантомов сначала. Жалко, конечно, удалять таких ребят, но надо уже переходить к новому классу. Так. Создание фантомов. Естественно, трой. Два общих типа у нас есть. Надо... О, стоп. А нужны ли нам вообще тогда, в принципе, големы у нас лизары появились? Нисколько они стоят? А сколько вы стоите? Ага, по единице мифрилы они стоят. Ну, в принципе, это недорого. Давай тогда сделаем как? Еще удалить фантомов? Удаляем все. Кроме нашей турельки. Скажем, назовем ее так. Так, а теперь создать фантомов. Трой. Так, ну создавай тогда основного лизара. Добавляем к тебе... Не знаю, пускай будет сик. Д-класса, но неважно. Так. Добавляем еще... А, ну ты шестерых можешь призвать, поэтому добавляем к тебе еще вот этого. Также сик добавляем. Так, теперь добавляем... Куклу. А пускай так же будет сик. Так, еще одну куклу. Ой, я забыл добавить. Ну, вроде как бы надо метрил еще добавлять туда, но... Не надо. Не важно. Так, ну и добавляем еще вот этого. Теперь еще теней. Еще я хочу добавить... Получается... Наверное, каждого по типу. Да, наверное, каждого по два. От бочестейла. Наши турельки, так скажем. Мне кажется, это будет очень неплохо. Издалека лупить противника будет прям вообще... Отлично, прям я бы сказал. Так, надо будет это еще раз перерасставить. Пускай это будет вот так. Я не знаю, что дает дополнительная карта. Не разбирался. Просто этой карте слишком много текста в карте, естественно. И пока ты разберешься во всем, это будет прям ужас. Так, ну и естественно теней. Я не особо рассматривал сейчас противника, поэтому добавляю именно вот так. Это будет в большинстве своем случаев, именно уже в самом замесе. В любой миссии. Будет достаточно полезно. Так, все, больше фантомов создавать нельзя. Это я понимаю. Так, сменить позицию. Position. Растыркиваем наших ребят. Кун, вылази вперед. Батч стоил тоже куда-нибудь сюда. Это сюда. Нет, не надо так. Где у нас сами противники? Как бы так увидеть бы. А, ладно, не вижу. Наверное, подтверждение карты надо было нажать сначала. Давай, наверное, вот так сделаем. Двигаться будут они одним фронтом. А сюда мы выставим наших ребят. Рядом с тенями, так скажем. А наши ребятки как раз одним фронтом пойдут. Мне кажется, что это будет прям выигрышно. Все. Так, получается еще оборудование протыркать. На всех. Сразу будем автоэкипировку проводить. От этого много не потеряем. Уж точно не потеряем очень много. Тем более у нас, я-то смотрю, дамасских мечей достаточно много. А вот и все, кончились. Так, а вам, по-моему, кроме шлемов и одевать-то нечего. Надевать вам на голову нечего. Ну, будете надевать шапку... О, не знаю, военную шляпу. О, кожаные шапки пошли. Ясно. Не очень приятно. Окей, ладно. Ну, получается все. Начинаем сражение. Так, ну что тут у нас? А, догоним все на мосту. Получается, потихонечку продвигаемся единым фронтом и все. И больше от нас ничего не нужно. По три клеточки вперед. Теней достаточно много. Так минимум две я уже вижу. Два голема тени. А это, кстати, неприятно. Два основных типа. Или это кукла. Я вот на самом деле в големах путаюсь. Кукла и основной тип. По-моему, это все-таки основной тип, а не кукла. Но могу ошибаться. Но все-таки я могу ошибаться. Магию пока использовать не будем. Просто подойдем поближе и все. Это лишние затраты карте. Кун у нас вообще, в принципе, карте пользоваться не может. Особо. Поэтому как-нибудь вот так вот пододвигаем нашу толпу. Элли тоже не особо карте пользуются. Ну, как-то вот так. Я думаю, неплохо получится. Ходить. Подкрепление сразу. Ну, понятно. Нет, это все-таки основной тип. Так, и они каждый может призывать, да? Ну, сказать, что мне неприятно, не сказать ничего. Это достаточно неприятное сражение. О, Накуна. Сразу. А ты умный. На-ка по лицу. За такие непонятные вещи, которые ты собрался вытворять. О, магия. Ну, я не думаю, что там сильно, да, заденет. Окей. А куда это они побежали в разные стороны? Непонятно. Ну, окей, ладно, это их дело. В принципе. Чем больше их в одной кучке соберется, тем быстрее я их в могиле и раскидаю, в принципе. Ну, зря. До свидания. Какая глупость. Какая глупость. Ладно. Окей. Так, ну что. Начнем, наверное, с магии. Бычстрел. Давай мы проведем, так сказать, магическую атаку. Да достаточно сильно, я надеюсь. Ну, кстати, да. Неплохую атаку. Вот такую. Из противников это не понравилось никому, в принципе. Окей. Так. Трой. Повтори. Пожалуйста. Такую атаку. Такую мощную, жесткую атаку. Как я там ее проводил. Вот так я ее проводил. Повторить. Я смогу тут очень многим ворам это очень не нравится. Этот вид атаки ужасно прям не нравится. Так, кукла, да? Умирай. До свидания. Ну, ты у нас тип тени, да? Ну, дай тип до тебя, но не удается. Основной тип. Тип тени, иди сюда. Стукай. Пускай ему тоже понравится. Так. Так, кукла, да? На 40 ударишь? Не ударишь. А ты основной? Пятнашечку, да? Ладно. Ладно, есть другие варианты. Добивай. Отлично. Так, кукла. Добивай. Отлично. Так. Кун. А что ты сделать можешь? Да ничего, по сути. Ты его боишься? Не очень. Противнику явно не понравилось. Ему... Его бьет ветер. Достаточно сильно. Кун. Блин. Давай что-нибудь вычудим с тобой. Ты у нас слабоват на это дело, но в принципе можешь ударить. Достаточно сильно. Можешь пользоваться только первичной, но зато эта первичная наносит достаточно много урона. Не знаю, как это получилось вообще, что это за помесь в тебе такая. Но в принципе мне нравится, меня все устраивает. Так, ветер, да? Когда что-нибудь интересненькое откроется. Три клетки, а хватит? Не хватило. Блин, там одно хп всего. Так, а если широкое... Широкое заклинание ветра взять? О, отлично. Давай стронг добавим, мы убьем его. Ну-то разбежались они по разным сторонам, посмотрите на них. На одно хп это точно снимешь, поэтому... Не надо мне тут. Так, окей. Идем дальше. Что мы еще здесь видим? Мы видим, что этот вор хочет нам немножко попудрить мозг. Надо ему объяснить, что это неправильное решение. Воришка у меня такой. Вот, 28 хп, в ответку 0. Отлично, хорош. Бум. Угу. Постукаешь, постукаешь, когда-нибудь. Тоже до свидания сразу. Единственное, что вот тот товарищ тоже, по-моему... Типа тени. И мне это не нравится. Почему? Объясню. У нас там основные Лизара стоят. Они могут нас неплохо так постукать. Неплохо так постукать могут. Ну ладно, разберемся, я думаю, как-нибудь. Я не думаю, что они прям так сильно Лизара просадят. Пускай ходят. Сейчас опять будет прикрепление, скорее всего, да? Конечно, не без этого. Нам за один ход надо их развалить, получается. Чтоб никаких подкреплений не было. Не думаю, что это будет сложно. Они на самом деле какие-то прям, ну... Изрядно глупенькие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оставь в покое мою тень, а? Друг, хватит меня стукать. А точнее стукать моих теней. И кто призвал? Нет. Нет, друг. Не тут эти цели выбрал. Окей, ладно. Так, бочистейл. Давай объясним этим умникам и умницам. Что им лучше не стоит такого дела делать и было. А как мы лучше ударить можем? Вообще по-хорошему вот так, наверное, да? Мост все равно не поднимется, не опустится. А нашим противникам явно это не понравится. Трой. Объясни, пожалуйста, этим. Примерно то же самое, что и сейчас объяснил Бэкстейл. Ну, не примерно, а то же самое. Вот прям то же самое. Так стукать будем. Да, будем стукать именно так. Там пацана уже закопали, ему оттуда в принципе не выбраться. Все, точно никуда не денется. Лакома. Лакома. Я тебя попрошу только о том же, что сейчас все остальные сделали. Поднимает поверхность. Но мы ее будем понижать. Ну, все получается. Этим троим тоже все. Считай, их никогда и не было. О, территория-то все ниже и ниже. Жуть. Ох и жуть. Я что-то немножко переборщил, по-моему. А, седьмой уровень. Отлично. Так. Ты там куда-то побежал, да? Хватит бегать, вернись. Вернись тебе, говорят. Нет. Постукать тебе у меня не удастся. А можем ли мы тень ударить? Нет. А если на одном и том же уровне? А на одном и том же уровне как раз таки мы ее убиваем. Причем неплохо урон наносим. На удивление. Ладно, ок. Ок. Так, что у нас там? Кукла и основной тип. Ну, ты у нас не достаешь в любом случае, да? Что мы можем придумать? Давай героев тогда сюда выкинем. Пускай здесь будут герои тогда. Хотя нет. Прокинем сюда Лизара. Немножечко. Разных типов. Мы что-то прям сильно там территорию понизили. Мне кажется, это будет немножко жестко. Ладно, окей. Пускай будет так. Кун, подойди сюда. Сделай магию. Я знаю, что у тебя немножко плохо с этим делом, но... В принципе, твоего хила, чтобы вылечить, или хватит. Отлично. Так, ну и все, получается. Просто подгоняем сюда свои войска, и хватит. Скорее противники дальше думают сами, как хотят. Что им делать, и как? Мне по-хорошему просто надо двинуться вперед и добить их. Но это только есть по-хорошему. Даже если они сейчас подмогу призовут, это сильно им, как бы, не поможет. Ну вот они, да, опять. О! О как! О как! Ты смотри! Со всех сторон призвали. Жесткие ребята. Да, в любом случае. Это, конечно, будет неприятно, но нет. Вот здесь будет больно. Да. А не слишком ли у вас много, нет? Почему-то ощущение, что у вас слишком много. На одном ходу призвалось. Это зря. Серьезно? Сильно. 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 Окей, ладно. Так, что мы можем вымутить? Что мы можем вымутить? Шадоу. Бей. Мне, по сути, нужно воров убить, получается, правильно? По идее, правильно. Воры все находятся там. Давай их пойдем стукать. Тогда уж. Три заклинания вот таких, и они трупы, по идее. А, нет, слушайте. Поинтереснее будут. У них там повеселее, поход, защита от магии. Ну, да не важно. Сейчас разберемся. Ну, тех, кого не призывают, это вообще, конечно, такое. Те, кто имеется в виду, на подмогу пришел. Я про это. Я почему-то больше уверен, что мы здесь много не потеряем сейчас. Войско, я имею в виду. Так, подождать немножечко. Так, основной тип сюда. А, тут одни куклы-то и есть. Ого. Ясно. Еще один основной. Малый. Давай-ка сюда вот двигай. Вот этого постугай, пожалуйста. Так, основной тип. Постукай куколку. Ой, блин, это тень. Это тень. Ай-яй-яй-яй-яй. Накосячила. Это думает, что, блин, слабовато. Я его как-то бью. Но потом понял, что немножечко не того типка взял. Чтобы постукать противника. Вот это уже уроном видно. Вот здесь уже я урона видел. Так. Достукивай его. Отлично. Так. Ну, вы, естественно, его не пробиваете. А вот вы постукиваете. Отлично. Достукивай тогда. Естественно, до последнего доползти не удастся, да? Например, тому же куну не получится дойти до него, чтобы ему улицу сломать. Хотя у него там осталось 76 хп, кстати. А эти могут призывать фантомов? Нет. Фантомов может призывать только он. И у него защита от земли, да? Как назло. Угу. Зато у него нет защиты от ветра и воды. Эй. Давай мы с тобой постукаем его. От ветра и воды, говорите, да? Пускай это будет Энерджи... Нет. Энерджи Тандер не получится. Эх. Блин, а что с тобой делать тогда? Тут по территории не бьет. Ну вот этот бьет по территории, но слабовато. То есть его мы сильно не простукиваем. Ладно, давай тогда разруливать здесь, ребят. Что, надо как-то своих защищать. Не будем тогда мозг улупать не себе никому-нибудь другому. Лизару, чем тебе пробивать? Водой. Окей. Вода так вода. Давай айс. Докидываем сюда вот этого вот. И тыкаем. Слабоват, конечно, будет, но... Куда деваться? Там сейчас еще людей позовут. Мне это, конечно же, не нравится. Ну а куда деваться? Не без этого. Ага. Ты так не можешь, да? Зато можешь, по идее, отсюда стукнуть его. Ну окей. Что у нас еще? Кукла одна не сходила, получается, да? Пускай тоже придет, постукает, в принципе. Все, все сходили. Давай посмотрим на ход противника. Призвать больше он рыцарей не сможет. А, ну в принципе, он никого не призывает. Ну ладно. Эх, минус. Минус. В смысле, не минус. А? Чего? Значит, здесь минус сейчас будет. Чего? А, стоп, там же наоборот. Да. Почему-то я подумал, что там будет минус, а там наоборот атака идет. Так, два моих колдуна. Колдунища. Неплохо. Мне нравится. Давай постукаем тогда. Противника последнего не задело. Странно. Ну давай, будет это Energy Thunder. Я думаю, ему не сильно понравится. Ну, я думаю, не сильно понравится. Лакома. Давай земельки добавим немножечко. Ну так, немножечко совсем. Потому что там по территории не очень удобно бить. Слабоват, конечно, я надеялся на больший урон. Ну ладно, ладно. Давай тогда так. Так, в принципе, мне какая разница. Мне главное воров выключить до конца. Вот и вор выключается в последний. Все, воры выключены. Так, а теперь остается только добить фантомов. Так, что у них тут осталось-то? Эль. А, Эль. Можем что-нибудь вытворить? Чтобы грязное прям совсем. Чтоб противнику не понравилось. Не можем. А может быть все-таки? Во, можем. Можем сделать так, чтобы противнику не понравилось. Давай сделаем. Отлично. У Эль все получилось. Так, Кун. Ну почему ты не добиваешь его? Ладно. Давай по-другому. Здесь все. Кун сегодня так же не добивает. Окей. Ну и остается только дождаться, пока эти двое дойдут. Так, главное никого не потереть. Основных убираем. На фронт выставляем кукол. И все будет прекрасно. И все будет прекрасно. Ну получается все, можно отдавать ход. Пускай ходят. Это зря. Второй тоже на него, да? А нет, не дошел. Не дошел. Так. Что у вас не нравится? Вам не нравится ветер? Хорошо. Мне это только на руку. Эль. Давай разберись с ними как-нибудь. Пускай будет Force Wind. Раз им ветер не нравится, объясним им. Что время его полюбить. Так, 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 так. Далеко. Ладно, я понял. Постукивай. У меня, кстати, вопрос, Кун. А ты у нас как по широкой магии? Тоже по единичке можешь? Да, ты по единичке тоже шаришь. Этого достаточно. Нам главное вот сюда переползти тогда. Нет, вот сюда. Миксовать ты не можешь, но зато умеешь использовать. Отлично. Этого достаточно. Все, мы победили. Не, не сложное. Достаточно легкое. Чего? В смысле ты выжил? Чудило. Сколько у тебя там осталось? Один с хп. Основной тип, по идее, ему урон не нанесет, да? Тени у меня сильно-таки получили люлев. Ладно, дадим ему еще один ход. Я надеюсь, они никого не призовут за этот ход. Все. Иди достукивай. Тридцать четыре урона. Нехило. Ну, все получается. Я ничего не вижу вокруг. Мы сделали? Похоже на то. Хорошая работа. Увидим, Биг Стейл. Я хороший боец. Ты великолепна. Ты так не думаешь, Лакыма? Кажется так. Ты так упряма. Просто применята. Друг, она хуже, чем Поша. Хуже, чем Поша? В принципе, на самом деле, они где-то там. На одном уровне. Мы никого не потеряли. Уничтожили 30 монстров. Получили целую кучу опять текста. 40 единиц шелка, 12 мифрилы и одно дерево. Ладно, окей. Пускай будет так. Думаешь, отряды Римзона все же ушли? Думаю так. Или не сделают этого вовремя. Они атаковали крепость. Им нужно отдохнуть. Они могли бы, но это часть операции. Говорят, только улыбкой красивая леди может остановить рыцаря. Никогда не слышал. Кун, не относись серьезно. Еще одна сказка. Ты остановишься, Трой. Ты просто легковерен. Заставь мозг сосредоточиться. Я говорил, никогда не обманывать. И не быть обманутым. Каков наш план? Я собираюсь проверить развалины. Все нормально, босс? Токс уже позаботился о варахтам. Перед приходом в Vigilance. Мы должны убедиться. Я слышал, ничего не осталось. Я прав? Да, ты прав. Развалины были уничтожены во время войны. Войны? А, Кун. Когда встретимся, когда вернемся в город, найди эту информацию. Объясни это ему, Трой. Ага, ага. Город Каэнос, святыня. Приветствую, епископ. Что-то случилось, пока я не был? Где лакома? Многое произошло, пока вас не было. Проблемы? Да. Объясни это мне. Война язычников. О чем мы говорили? Прошло более 50 лет назад. Религиозная война. Тогда перекрестные земли были самой сильной страной в Ребуси. Война началась, когда эти земли начали вторжение в окружающие страны. Для завоевания. Перекрестные земли участвовали в написании нового текста. Нового текста картии. Люди думали, что примут мир. Правительство начало вырубку большого количества мирных земли. мировых деревьев. Для создания картии в войне. К войне. Люди восстали против правительства. И причина войны изменилась. А теперь были перекрестные земли против союзных стран. Исследователи картии. И воины-святыни, защищающие мировое древо. Обычный пример, показывающий, как легко завоевать людей. Но как трудно держать их послушными. Война язычников между воинами. Святыни с шифровщиками. А что случилось в конце? Нордия выступила в войну, и за год она окончилась. А кто выиграл? Никто. Верно. Что ты видишь, результат войны? После войны была построена школа шифровщиков для контроля исследований пентаграмма. Был создан для контроля святынь. Понимаю. Интересно. Вот что я называю историей. Теперь я знаю, почему у моих владений это... У моих владений... Что-то там, это из-за войны. А ты не знала историю владений? Ты так ленива. Ты не можешь говорить это мне. Воры, бегущие вокруг, доказательства. Владения огромны. Нам не покрыть всё. А как воина-святыня, это мне некомфортно. Что? Наверное... Как воина-святыня, мне некомфортно опять оставлять раз заботу о мировом древе кому-то, кто не может позаботиться о своём владении. Не волнуйся. У нас есть друид, он позаботится. Друид? Во владении шинон? Это новость. Я тоже не знал. Дуран, ничего не говорил мне? Это проблема? Храни секреты от тебя. Я единственный здесь, у кого есть мозг. Если я скажу о Моне, тогда будет открыто... Происхождение мисти. Опачки. Здравствуйте. Я знал. Есть кое-что, чего мы не знаем. Что ты имеешь в виду? Это секрет. Кто-ксом мне сказал ничего не говорить? Секрет? Что всё это? Расскажи мне о друиде и о Мисти. Окей, но не сердись на меня. Молодец, Эль. Я не знал, что тебе пришлось иметь дело с такой бедой. Мы живы. Спасибо, Лакриме. Она действительно дочка Эноса. Верно. Всё будет хорошо, пока Лакрима здесь. Дочка Эноса, какая ирония. Хм, Мисти лидер воров. Она похитила друида по имени Мона и злоупотребила моим состоянием. Я нашла нескольких членов Виджеландс. Это был её конец. Я спасла Мону от рук воров и попросила своего отца держать Мону в нашем особняке. Теперь она нянчит мировое древо. Что? Почему Мисти стала... Товарищем? Она была предана своими людьми. Я не могла оставить её. Она была беспомощна. Конечно, мягкосердечная Дюрана и Алана тоже сыграли свою роль в её защите. Ох, и была болка она. Ой, и была болка. Ну ладно. Мисти была вором. Поэтому она смогла быстро среагировать, когда пришли воры. Поэтому она знала их укрытие. Она предала себя. Это средство. Не могу поверить, что ты говоришь. Граф знал о прошлом Мисти. Уп, он знает. И он ничего с ней не сделал. Но он был удовлетворен, пока мог держать друида. Так Дюран рассердился, когда она вошла в Виджеланс. А почему? Он один из тех, кто призвал её. Дюран пошёл против нас. Он забыл свои обязанности. Нет, не может быть. Он не мог пойти против закона. И это просто отлично, Лакрима. Ты собираешься обвинить Дюрана в измене? Нет, будем играть. Когда придёт время, Мисти расскажет нам правду. Также у Дюрана должен был быть план. Она доверяет Дюрану. Он старший воин Светины, но... Пока Мисти сказала нам правду, её информация была верна. Пока. Никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Она могла бы завести нас в большую ловушку. Может, нам не стоило спрашивать о Мисти? Наш боевой дух снижается. Это не моя вина. Ты из тех, кто не смогла хранить секрет. Но... Богатая испорченная девчонка, как ты, ничего кроме беды не принесёт. Тебе не нужно быть. Это значит... Мы спросили тебя о секрете Мисти. Неважно, что ты сказал Троя, следи за тем, что говоришь. Лакрима. Не думайте, что я одна должна... Я даже и не думала об этом. Мы все знаем, как приблизились к этому. Что... Что бы ни говорило, Лакрима... Я тоже тут. Бесполезно быть милой со мной. Но интересно, если Лакрима... Времитесь спать. Тогда Троябак, вы, парни, дежурите первыми. А почему? А она не любит нас, так как мы создаём фантомов. Меня всегда обвиняют в чем-то. Кээнос, твоя дочь стала великой. Я ей больше не нужен. Шейл, ты расстроишься, если она станет опросчиком. Ты обвинишь меня? О боже, почему вы не осуждаете язычников? У кого я должен был просить прощения? Ага, вот на таком моменте заканчивается серия, да? Ну ладно, окей. Давай сохранимся тогда. Ну а на этом всё. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.